Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 148. Можно ли попросить у мужа разрешения один-два дня помолчать? Ответ Игнатия Лапкина. Счастливый муж. При смерти и вспомнит только эти два дня, когда он был действительно счастлив. Жене говорить-то бы и не о чем при послушании мужу, а у большинства из них вся словесная энергия уходит на сопротивление и оговорки. 1 Ктимофею 2 глава 11 стих. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. 1 Коринфянам 14 глава 35 стих. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. 1 Ктимофею 2 глава 12 стих. А учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 1 Петра 3 глава 4 стих. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. У аварцев есть поучительный рассказ. У них тоже есть свои обычаи. Один из них состоит в том, чтобы сноха никогда не разговаривала в присутствии свекра, и чтобы он даже не слышал ее голоса. У одного почтенного и уважаемого аксакала женился сын и привел в дом невестку. Отец не налюбуется на нее, какая она кроткая, ходит, опустив очи долу и весьма уважительно к нему. Эти законы горцев имеют ту особенность, что в частном порядке могут быть отменены, но только по решению собрания старцев данного аула и только для него. У отца было два бычка в стаде, и он сказал сыну, «Сынок, я что-то стал недомогать. Хочу заранее проститься с друзьями и собрать их к себе. Закали одного бычка». Насытившиеся и раздобревшие гости через старейшего решили спросить хлебосольного хозяина, по какой причине они собраны. Он попросил сына привезти молодую жену и, поставив ее перед собранием, сказал, «Я хотел бы вас попросить, уважаемые друзья, чтобы вы попросили мою сноху с завтрашнего дня разговаривать со мною». Все были немало удивлены такой просьбе, а старейший из гостей сказал, «Я прожил долгую жизнь, но с такой просьбой встречаюсь впервые». И обратился к молодой женщине. «Ты удостоилась великой чести, дочь моя, что ради тебя призван не совсем умным наш старинный обычай. Значит, что-то наши отцы не предусмотрели. Мы просим тебя, будь свободна отныне и навсегда от этого обычая. Ты можешь разговаривать с твоим вторым отцом». Хозяин едва дождался утра, чтобы услышать мелодичный голос, ласкающий его слух. Он встал чуть попозже обычного, ибо заснул только перед утром и нашел сноху, даящий корову. Подойдя к ней, он остановился рядом и подумал, с чего бы начать с ней говорить. И тут она обернулась и довольно раздраженным голосом сказала, «Чего зря стоишь истуканом? Подержи коровий хвост, которым она бьет меня по лицу». Так он и стоял с хвостом в руках. Едва она окончила доить, он тут же возвратился и прилег на свою тахту. Ему почему-то вдруг действительно занимоглось сегодня с утра пораньше. Сноха, войдя в дом, прервала его мысли. «Чего разлегся? Только встал, а уже лежишь. Видишь, малый ребенок лезет куда попало. Возьми его на колени к себе и пойди с ним на улицу». День показался ему длинным-длинным, как никогда. Когда сын вернулся с поля, он снова обратился к нему. «Мне что-то стало совсем плохо. Закали второго бычка и созови моих друзей». И в конце ужина он снова был спрошен, ради чего же они собраны. Он постоял, помолчал, а потом и говорит. «Я хотел бы просить вас, почтенное собрание, чтобы вы упросили мою сноху больше никогда при мне не разговаривать». Старейший из них обвел всех глазами, как бы спрашивая. «Ну что?» И сказал. «О, выходит, наши предки были правы и в этом. И мы это поняли, когда съели двух бычков. Слава Богу, что и наш почтенный друг это тоже понял. Только обошлось ему это в два бычка, таких вкусных и хороших. Богу нашему слава во веки веков. Аминь». То есть это оживление этих вопросов. ВОПРОС. 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 Субтитры создавал DimaTorzok